С начала года количество зарегистрированных РО и ПРО выросло на 27%, гетманцев. В Украине идет процесс фискализации. С начала года количество зарегистрированных РО и ПРО выросло на 27%. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в Телеграм-канале. В свою очередь за этот период на 66% возросло количество РОПРО, зарегистрированных физическими лицами предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога. Хорошую динамику роста регистрации РОПРО. Плюс 150% продемонстрировали рисковые группы флоп-плательщики йен. Общее количество РОПРО в Украине составляет 446 тысяч, добавил Гетманцев. Он также поблагодарил налогоплательщиков за высокий уровень общественного сознания и понимания того, что РОПРО – это просто и доступно. Хочу еще раз напомнить, что фискализация – это не о налогах, это в первую очередь о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса, резюмировал он. Напомним, что согласно законам номер 128 АХ и номер 129 АХ, принятым Верховной Радой Украины 20 сентября 2019 года. С 1 января 2021 года использование РОПРО стало обязательным для флоп-плательщиков единого налога 2,3 групп. В частности, использовать РО должны интернет-магазины рестораны и кафе, турагентства и туроператоры гостиницы. Продавцы ювелирных изделий текстиля, магазины секонд-хенд и все остальные, кроме плательщиков единого налога первой группы осуществляющих. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Торговлю за наличные деньги на рынках. Сначала нововведения вызвали протесты малого и среднего бизнеса, но со временем предприниматели согласились с аргументами главы Финансового комитета парламента. Как свидетельствует статистика, предприниматели действительно поняли на собственном опыте, что использование кассовых аппаратов не доставляет им дополнительных неудобств.